Проблемы радиоцины медицины обмерковывались сегодня в Гомеле. На базе Республиканского научно-практического центра радиоцины медицины и экологии человека отбылась международная научно-практическая конференция под названием «Сучастные проблемы радиоцины медицины от науки до практики». Это одно из традиционных мероприятий, которые проводятся в регионе на передании годовины аварии на Шарнобыльской АЭС. Сергей Нигаревич протягивает. Коля двухсот новуковцев и специалистов, объединенных вылучшением проблем у здения радиации и наступства радиационных катастроф. Для удела у конференции прибыли коллеги из Украины, России и Казахстана. Якими бы ни были относены помеждержавами, чернобыльская беда на усих одна – огульная. Несмотря на 30 лет, которые прошли практически с чернобыльской аварией, эта проблема не охладевает, проблема эта не исчезает. Проблемы малых доз даже для самых больших и самых продвинутых ученых остаются во многом загадкой. Эта загадка может быть решена только коллективным путем. Наука транснациональна. Специалисты разных краин працуют над теми и иншими элементами огульных проблем. Обмен в опытом у тем лику на таких конференциях – штуршок до пошуку новых идей и шляхов их реализации. С 2006 года науковые установы Беларуси, которые занимаются радиационными доследованиями, сконцентрованы в Гомеле. Сегодня гомельские науковцы мают певный досвид у реабилитации потерпелых территорий. Их научные разработки были направлены, прежде всего, именно на реабилитационные мероприятия, на получение чистой продукции на этих территориях. И наши разработки, наши друзья-ученые с Японии, которые приезжали, они именно у нас учились первые годы, сразу после фокусимы. Але мало только очистить территорию. Головное – здоровье людей. Конференция была присвечена питанием радиационной охоты, клиничным аспектам лечения, диагностики, диспансеризации потерпелого насильництва. До речи, в этом сенсе Беларусь так само крочется наперед. В опыт, накопленный за 29 годов, изробленная работа подтверждается личбами. Сегодня показатели заболеваемости среди пострадавших населения в различных категориях, они, в принципе, на среднереспубликанском уровне. Поэтому та стратегия, которая была выстроена в плане специализированной диспансеризации, в плане ранней диагностики, в плане реабилитации, она оправдала ожидания. И сегодня, например, у Беларуси среди захворелых на рак щитоподобные залозы – стопроцентная выживальность. Дякуючи за свойным методом ранней диагностики, средняя протягласть життя людей с этой патологией такая же, как и у здоровых. Но из понятия на достигнутых выниках науковцы не избираются. Боротьба с радиацией протягивается. Сергей Негеревич, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель».